Канал Марсианские Хроники представляет вам главные новости дня. Президент Литвы Гитана Снауседа предлагает увеличить военные расходы в следующем году как минимум до 3% ВВП. Весной правительство предложит Сейму увеличить финансирование обороны с чуть более чем 2% предусмотренных на 2022 год до 2,5% ВВП. Дополнительное сигнование составит 250 миллионов евро. Как сообщили в Минобороны, на выделенные средства будут закуплены реактивные системы залпового огня, боевые беспилотники, противотанковые комплекты, боеприпасы и военная экипировка. Турецкая компания «Сельсан» завершит создание прототипа радара с активной фазированной антенной решеткой к концу 2022 года. Радиолокационная станция «Сафар» будет интегрирована на борт истребителя F-16 Блок-30 ВВС Турции для ее дальнейших испытаний. После ссоры Турции с США, которая привела ее к исключению из программы F-35, Анкара решила самостоятельно модернизировать свои F-16, закупленные у Вашингтона. Модернизация конструкции позволит увеличить налеты в 16 с 8 тысяч до 12 тысяч часов. На проходящей в Саудовской Аравии оборонной выставке World Defense Show 2022 бельгийский производитель Джон Кокрилл представил свою последнюю разработку в области наземных систем вооружения. Это первый в мире наземный перехватчик Кокрилл iX с колесной формулой 4х4. Транспортное средство оснастили комплексом вооружения, в состав которого входят 25-мм и 30-мм пушка, а также дополнительный арсенал вооружения. Машина имеет сниженную инфракрасную сигнатуру и гибридный привод. Министерство обороны Финляндии приняло решение закупить зенитный ракетный комплекс у одной из двух израильских компаний Israel Airspace Industries или Rafale Advanced Systems. Финляндия планирует закупить в рамках программы обновления ПВО транспортно-заряжающие пусковые установки, РЛС, ракеты и соответствующие интеграционные оборудования. Окончательное решение о приобретении будет принято в начале 2023 года. Продолжение следует...